Новости региона на телеканале ПС в студии Артемий Заварзин. Добрый день. В области дан старт проведению единого госэкзамена. Сегодня его начали сдавать девятиклассники. ЕГЭ в этом году пройдет на 88 площадках. Проверять свои знания будут свыше 6 тысяч 11-классников и более 10 тысяч 9-классников. Пройдет ЕГЭ с рядом нововведений. Так продолжена работа по исключению так называемых угадаек. Тестовой части в этом году не будет в экзаменационных заданиях по биологии, химии, физике. Также из новинок новая технология печати и сканирования контрольных измерительных материалов. Задания будут распечатываться прямо в аудиториях на глазах ребят, а после экзамена их ответы отсканируют и отправят на проверку. Плюс в этом году увеличилось количество общественных наблюдателей. В этом году впервые в регионе будет работать ситуационный центр на базе Северо-Арктического федерального университета, где специально обучены студенты, которым, кстати говоря, это время будет засчитано в качестве прохождения практики. В режиме онлайн будут наблюдать за ходом проведения единого государственного экзамена. Списать будет практически нереально, говорят специалисты. Что касается ребят с ограниченными возможностями здоровья, то они смогут сдать ЕГЭ на дому. Задать все интересующие вопросы по поводу проведения единого госэкзамена в 2017 году можно по телефону горячей линии Министерства образования и науки Архангельской области. Телефон 28-55-85. К другим темам. Городской водоканал остался без директора. Трудовые отношения с Эдуардом Смеловым расторгнуты. Поводом послужила прокурорская проверка. Ее ведомство провело после того, как появилась информация о связях Смелова с бизнес-структурами в нескольких регионах России. А согласно закону, директор муниципального предприятия не может быть учредителем юридического лица. Потому прокуратурой в главе Архангельска было вынесено соответствующее представление, по результатам которого трудовой договор со Смеловым расторгнут. Обязанности директора водоканала временно исполняет технический директор Иван Бритько. С выше 700 представителей регионального бизнес-сообщества вышли сегодня на прямой диалог с властью. В Архангельске открылась 19-я конференция малого и среднего предпринимательства. В библиотеке САФУ собрались представители всех муниципальных образований Поморья. Центральное мероприятие в повестке – панельная дискуссия с руководителями органов исполнительной власти, депутатами и специалистами контрольно-надзорных органов. Такой формат уникален. Открытость власти перед бизнесом – одно из главных условий хорошего инвест-климата региона. Это очень важно как для бизнеса, так и для власти, потому что возможность услышать друг друга и власти сформировать правильно свою повестку, с учетом того, что действительно сегодня, какие барьеры сегодня есть в развитии предпринимательства, что сегодня, я не знаю, что тормозит, а по крайней мере, мешает динамично развиваться. Для новой библиотеки Плесецкой северяне собрали уже 4,5 тысячи книг. Полностью сформирован фонд художественной литературы, но до сих пор необходимы детские книги и специализированные издания. Напомним, пункт сбора литературы в помощь сгоревшей библиотеке Плесецкой располагается в Добролюбовке. Необходимы книги по философии, психологии, педагогике, менеджменту, истории. Практически нет книг по литературоведению и искусству. Сотрудники Добролюбовки начали работу по восстановлению электронного каталога Плесецкой библиотеки. В библиотеке уже подготовлено 500 записей. Сейчас решается вопрос о передаче библиотеки нового здания. К другим темам соглашения о сотрудничестве обсудили глава Архангельска Игорь Годзиш и представители делегации из Азербайджана. Будущее партнерство будет основано на взаимовыгодных условиях. В планах у азербайджанской стороны построить в Архангельске центр дружбы и торговый дом, в котором будут продавать продукцию сельхозназначения из Азербайджана. Завтра этот вопрос участники делегации обсудят с архангельскими предпринимателями. И они тоже будут помогать. И будет обоюдное, в смысле, двусторонное отношение. И то, что в Архангельске производят те товары целлюлезно-бумажные, древесины, деревообрабатывающие у вас к нам, а вот от нас к вам будет сельхозпродукция. Сегодня мы выходим на конкретные договоренности и с точки зрения экономического развития, и что очень интересно с точки зрения наших социальных совместных проектов, будет прорабатываться вопрос конкретного договора о сотрудничестве, о побратимских связях. Следующий визит в Архангельск гости из Азербайджана запланировали на осень. Не исключено, что делегация примет участие в деловой части Маргаретинской ярмарки. В 2016 году Архангельск присоединился к Всероссийскому военно-патриотическому обществу «Юнармия», и за один год в это движение влились более 500 школьников по море. Накануне на базе одной из воинских частей юноармейские отряды Архангельской области приняли участие в своем первом параде, рассказывает Михаил Меньшенин. Это и парад, и небольшое соревнование. В торжественном мероприятии, приуроченном к 75-летию со дня создания Соловецкой школы «Юнг», приняли участие 8 команд из разных регионов области. «Юнармейцы» сразились в двух номинациях – прохождение торжественным маршем и с песней. Все ребята максимально собраны, ведь для них это первый парад. Идея парада вообще возникла в 2013 году, ее проводил военно-патриотический клуб «Орден». В 2016 году на базе военно-патриотического клуба «Орден» создано оригинальное отделение сердцевого движения «Юнармия». То есть мероприятие не стихийное, оно пришло из поколения в поколение с 2014 года. Ученица 7 класса и командир юноармейского отряда клуба «Орден» Полина Лукина вместе с товарищами присоединилась к «Юнармии» в феврале этого года. Раньше она нигде не занималась строевой подготовкой, а сейчас уже уверенно демонстрирует строевую выправку, которой могли бы позавидовать даже некоторые военные. Однако, по словам Полины, главное – это не индивидуальное мастерство, а командная работа. Основная сложность заключалась в том, чтобы идти в ритм музыки всей колонной, и также, чтобы ребята не загоняли шаг. А в целом все у нас хорошо получалось, и мы быстро усваивали все, что нам давали. В итоге команда клуба «Орден» заняла второе место в обеих номинациях. Лучше всех торжественным маршем прошли ребята из 13-й Северодвинской школы. А в проходке с песней победу праздновали ученики 4-го В-класса Архангельской школы номер 10. Хотя это именно тот случай, когда главное не победа, а участие. А самое главное – ребята, вот глядя на них, понимая, что они гордятся тем, что они вступили в это всероссийское общество. Они среди тех, кто считает, что знать историю, географию своей страны – это нужно и почетно. Подготовку ребят высоко оценили и профессиональные военные. Хотя, по мнению офицеров, юноармейцам еще есть над чем работать. Подготовка довольно-таки высокая. Естественно, есть недочеты, скажем так. Все-таки возраст участников, ну и похоже, все-таки строевой подготовкой они начали заниматься, многие начали заниматься только недавно. Такой аппарат юноармейцев станет традиционным. В следующем году на него планируют привлечь уже около 20 команд из разных регионов Архангельской области. А в качестве места проведения всерьез рассматривают площадь профсоюзов. Михаил Меньшенин, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. В Архангельске полным ходом идет комплектование детских садов на будущий учебный год. На сегодняшний день дошкольные учреждения уже устроены почти 4,5 тысячи детей. Еще несколько сотен малышей будут определены в детсады до конца лета. Несмотря на увеличение количества мест, очередь в них все еще сохраняется. Особенно сложная ситуация в Охугимайской горке и в Соломбале. Там некоторым родителям приходится возить ребенка в дошкольное учреждение соседнего района. В соответствии с нашим порядком комплектование проходит детей с полутора лет. То есть рассматриваются заявления при наличии свободных мест. По практике сложилось так, что в городе Архангельские дети попадают в дошкольные образовательные учреждения к 3 годам ближе. Чтобы ребенок попал в детский сад до 3 лет, департамент образования рекомендует подать заявление сразу после рождения малыша. Сделать это можно в офисе департамента на Троицком 64, многофункциональных центрах. Родитель может по ходу движения на работу поставить ребенка на очередь в тот детский сад, который, например, рядом с местом работы. Может случиться так, что в желаемых детсадах места не окажется, тогда ребенка определяют в то дошкольное учреждение, которое окажется ближайшим к тем, что в заявлении указали родители. Наведи порядок в своем дворе и получи приз. Администрация города решила запустить акцию «Выходи, свой двор убрать». Она состоится 27 мая во время общегородского субботника. Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно сделать снимки своего двора до, во время и после субботника, а также краткую сопроводительную записку к ним. Оцениваться будет результат уборки по принципу «было-стало» и по количеству участников. Победители получат призы и подробности на сайте администрации города. Итоги дня в 19.20 на канале ТВ-Центр. Я не прощаюсь и жду вас.